Вода выше колен и автомобили в огромных озерах. Одесса приходит в себя после обильного ливня. Клофелинчики обезврежены. Банда, которая специализировалась на иностранцах, задержана. Много праздника не бывает. Маленьких жителей Суворовского района порадовали концертом и сладкими угощениями. Вы смотрите новости G-News. Это реальные события города и страны. В студии работает Максим Линник. Здравствуйте. Затягивание суда над ГРУшниками и разговоры с Путиным. Президент Украины во время пресс-конференции в Киеве рассказал об освобождении Савченко и о принятой реформе судебной системы. Изменения будут не молниеносными, а в течение двух лет, отметил глава государства. Причем глубокое очищение системы начнется с Верховного суда, заявил Порошенко. Президент говорил об обострении оперативной обстановки на Донбассе и о том, что выборы там можно будет провести только после выхода ОВСЕ на границу с Россией. Что касается безвизового режима, то его Украина получит в 2016 году. Украина, я на этом четко наголошивал, сначала взяла на себя обязанности, закладывав вычерпный перелик реформ, который мы могли провести. Перелик был очень долгим, складывал больше 140 шагов. Украина выполнила все требования. Километровые пробки, взвинченные цены на такси и пересыпь по колено в воде. Ливень, который начался в Одессе с вечера, уже в пятницу утром превратил дороги в сплошные полосы препятствий. В городе пришлось сократить несколько маршрутов электротранспорта, а на самых проблемных участках вагоны вовсе остановились. Вода скопилась на трамвайном полотне в районе Офицерской улицы 9-й станции Люздорской дороги Черноморского казачества. Не лучшая ситуация была и на автодорогах. Кое-где вода достигала до полуметра. Ливневки не успевали справляться с напором. Своими впечатлениями и героическими попытками добраться в центр города одесситы до сих пор делятся в соцсетях. Появилось в интернете фото и видео происшествий в центре города. На углу Большой Арнаутской и Пушкинской упало дерево, зацепив крышу дома. Также пострадал припаркованный автомобиль. Коммунальщики наиболее проблемными назвали Таможенную площадь и Приморскую улицу. Там откачивали воду уже с самого утра. С дождем справились. Проблемы были только в пик ливня. Об этом в ходе брифинга на Думской заявил первый вице-мэр. За прошедшие два дня в Одессе выпала месячная норма осадков 42 мм. Участки, которые по традиции в такую непогоду уходили под воду, в эту пятницу приятно удивили водителей. Вода была только на Французском бульваре, возле стадиона «Динамо». Это еще раз говорит о необходимости его реконструкции, заявил Орловский. Коммунальное предприятие «Городские дороги» вывело всю технику, которая была в наличии. Дежурили на Приморской и Французском бульваре. Работы велись по всем проблемным участкам. Впервые за, наверное, много лет в связи с таким обильным дождем город очень хорошо справился с этой стихией. Не смогла соблюсти свои традиции улица Щерса и Балковская. Глобальных подтоплений в этом году удалось избежать благодаря очистке буферного пруда. По улице Балковской не было ни одного подтопления традиционного. Это было в районе суда Приморского района. После проведения работ по очистке ливневого коллектора. В связи с подтоплением трамвайных путей для безопасности жителей города, трамвай номер 20 пока что ходить не будет. Вместо него пустили автобус. После двухдневных ливней в Одессе временно запретили купаться на всех городских пляжах. В море смыло много грязи. Это небезопасно. Юрий Кохной, Александр Леуш, Новости G-News. Странное место в центре Одессы. В книжном переулке с конца мая одесситы не могут спокойно жить. Тут постоянно слышны крики, неприятно пахнет, а самое главное – стало небезопасно. В чем причины узнавала Екатерина Чабан. Грязный забор, сомнительная будка и куча мусора. Именно такой вид открывается для пассажиров, прибывших в Одессу с Ширяева, наподобие автостанции, которую в народе уже обозвали «Хромой пантерой». Раньше здесь базировались служебные авто, такси «Пантера-экспресс». А теперь? Теперь тут нет ни асфальта, ни лавочек, ничего, кроме полной разрухи. Местные жители просто кричат о помощи. Мы антицентрию развели, мужчины курят, матерщина и так далее. Школа, вот действительно, школа рядом, дети. Чему мы учим наше будущее поколение? Какой возьмут они из нас пример? Возле библиотеки, которую вы здесь видите, наверное, пройти невозможно. Там заборчик стоит прямо в конце тротуара. С другой стороны стоят автобусы поперек тротуара. Поперек тротуара они не могут стоять в цивилизованной стране, нормальной. Кто это разрешил? Будка, которая называется «Ас-такси-пантера», продает билеты на эти автобусы. Автобусы эти Ширяева и Цебрикова, их огромное количество здесь стоит. Они полностью перегораждают проход. Ходят дети, мы водим детей. Даже вот видите указатель – туалет. Это что, место? Вы знаете, это такой красивый район. Ну пусть сейчас это старое, ну пусть сейчас это он. Какая библиотека? Тут даже можно людей возить на экскурсии. Как там внутри красиво. А во что это превращено? И кроме того, здесь случайные люди, пассажиры, водители. Нам страшно за своих детей? Я считаю, что вообще этот парк, который сделал остановку, в центре города, в самом таком серьезном районе, где очень много людей бывает, надо вообще здесь как-то благородить, сделать нормально. Потому что любой, кто приезжает в Одессу, когда у меня много друзей, когда приезжает, они говорят, Валера, как ты здесь живешь? От автобусов пользы ноль. Они только то и делают, что разрушают все до основательного конца. Особенно это заметно, когда в городе дожди. Люди пройти по этой улице не могут, транспорт проехать не может. Всего лишь из-за того, что они уничтожили тротуар и сбили люк ливневки. Чтобы решить эту ситуацию, убеждены одесситы, необходимо срочно перенести автопарк Ширяевского АТП-15-167 на прежнее место автостанцию «Привоз». Потому что люди просто боятся выходить на улицы, а днем отправлять своих детей в школу, которая, кстати, находится рядом. Почистить территорию, помнить, что это школа. И возле школы должно быть все эстетично. Ну, у нас же есть автовокзал. Почему наша территория должна вот стихийно, какие-то там будочки, какие-то там туалетики, какие-то там платформы, неизвестно какие. О том, что Ширяевская АТП-15-167 решила самолично изменить конечную точку маршрута, переведя пассажиропоток на Книжный переулок, администрация автостанции «Привоз» узнала случайно 29 мая, когда транспорт АТП по неизвестной причине не приехал. Люди ждут, билеты куплены, автобусов все нет. На автовокзале «Привоз» решили, необходимо поставить резервные машины. По распоряжению руководства Черноморской транспортной компании мною был отправлен на маршрут автобус Одесса-Ширяева. По причине неприбытия на погрузку автобуса, который выполнял эти рейсы постоянно, Ширяевская АТП. Дело в том, что без предупреждения официального Ширяевская АТП в этот день не подала ни один автобус на погрузку к нам на платформу. Но, как говорится, за добро добром не платят. На подступах к автостанции Ширяева дорогу резервным автобусом перегородили легковушки и полиция. Пассажиров еле высадили, а водители еще долго давали показания в непонятной для них ситуации. Директор Ширяевского АТП 15167 некая Алла Сизаченко, по всей видимости, не видела, куда перенесли ее соратники к конечную точку междугороднего маршрута. Да и как за этим следить, проживая в Ширяево? Сейчас же место высадки пассажиров может послужить отличной декорацией для фильма-катастрофы или хоррора. Если вам не хватает в жизни острых ощущений, а посетить американские горки вы не в состоянии, тогда добро пожаловать в книжный переулок. Здесь экстремальные условия вам обеспечены. Екатерина Чабан, Александр Кремлев, новости G-News. А теперь к другим новостям. В июне должна решиться судьба Одесского припортового. На 20 число запланирован конкурс по продаже предприятия. Аукцион состоится только в том случае, если на приватизацию будет больше одного претендента. От нового владельца требуется не допускать массовых увольнений без согласования с профсоюзом, повышать зарплату сотрудникам предприятия и проводить переоснащение завода. Главное условие, при котором завод могут продать, это гарантия нового владельца о том, что завод не будет менять профиль, а также не допустит по отношению к заводу антиконкурентных действий. Стартовая цена, вопреки заявлениям некоторых политиков о ее завышенности, остается прежней – чуть более 13 миллиардов гривен. Огромное количество смартфонов, планшеты, фотоаппараты, дорогие наручные часы и деньги. Все это имущество – вещественное доказательство незаконной деятельности банды клофелинщиков. Полиция задержала группу из шести бандитов, нападавших на иностранцев. Злоумышленники орудовали по всей области, но их мишенью были исключительно граждане других государств. Чтобы вырубить свою жертву, а затем ее обокрасть, использовали клофелин и его аналоги. Уже доказана причастность бандитов по меньшей мере к четырем нападениям. Тех, кому что-либо известно о деятельности группировки, ведомство призывает звонить по телефону 779-42-11. Мальчик, которого нашли сбитым на улице, пошел на поправку. Малыш назвал свое имя и пытается контактировать с персоналом реанимации. Врачи говорят, что угрозы жизни Вовы больше нет. Отцом ребенка может быть житель оккупированного Донбасса. Через интернет он вышел на связь с городской службой по делам детей и заявил, что мальчик, которого нашли сбитого в Одессе, якобы его сын. Мужчина сообщил, что жена с ребенком ушла от него два года назад и об их судьбе ему ничего не было известно. Сейчас эта информация проверяется. Тем временем правоохранители пытаются выяснить, как мальчик оказался один на улице и кто его избивал. Напомню, ребенка нашел в пять утра случайный прохожий. Малыша доставили в реанимацию. Медики обнаружили на ребенке следы длительных издевательств. На грани жизни и смерти. Из-за нехватки медицинского оборудования, помещений и спецаппаратов, перинатальный центр областной клинической больницы не в силах оказывать качественную помощь матерям и новорожденным. Чиновники в профильных департаментах АГА уже больше года не реагируют на обращение медиков. Есть ли выход из ситуации? Смотрите в следующем сюжете. В областном совете программы, которые связаны с защитой здоровья населения, за последнее время просто были написаны на бумаге. А на деле – пшик. Пять месяцев, почти полугодия программы не работали. А люди нуждаются в этой привычной помощи, специализированной и вообще любой медицинской помощи. По словам садовника, облздрав, на учете которого находится центр, не делает ничего для решения данной проблемы. А учреждение очень ценно для всего региона. Туда попадают пациентки с высоким риском потери ребенка, а также с тяжелыми патологиями. Кроме того, в Одесском регионе уровень материнской смертности практически в два раза больше, чем по всей Украине. Решать ситуацию необходимо уже сейчас. Надеемся, что совместными усилиями, совместно и с департаментом нашим, которые там и сейчас новые люди пришли, и с департаментом, и с первичной сетью, каким-то образом наладим эту взаимосвязь для того, чтобы наши показатели, чтобы в следующий раз Одесская область такая, в общем, всегда была в одном из первых мест, чтобы она звучала. Всегда хорошо звучала, и мы имели хорошие показатели, и самое главное – сохранили здоровье матерей и детей. Острую необходимость центр испытывает в современной аппаратуре. Материально-техническая база учреждения давно изжила себя и требует поэтапного обновления. В первую очередь в замене реанимобилей, которые не соответствуют современным медицинским стандартам. Те автомобили, которые у нас есть, они специализированы, но они не специализированы именно как автомобили неотложной экстренной помощи. Это переработанные, перестроенные грузовые, так скажем, автомобили, подстроенные под неотложную помощь. К сожалению, транспортировка тяжелых пациентов в наших реанимобилях не всегда добавляет пациентам жизни. Поэтому мы надеемся, что если будет закуплен новый современный реанимобиль, то это во многократ увеличит качество оказания помощи нашим пациентам. В ближайшее время перинатальный центр облклин больницы планируют закрыть на текущий ремонт, чтобы своими силами привести в порядок некоторые помещения. При этом сотрудники центра заверили, что прием рожениц и родильниц будет осуществляться на базе областной больницы. Екатерина Чабан, Юрий Кохно, Александр Кремлев, Новости G-News. О нашей родине, о детях, которые пострадали от руки оккупанта, а также о том, что происходило и продолжает происходить на востоке Украины. Обо всем этом и переживаниях самих детей говорится в книге The ABC of Motherland Ukraine. Издание презентовали в Одесском отделении Национального союза журналистов Украины. Подробности у Юрия Кохно. Эту азбуку сделали юные украинцы для всех детей мира. Лозунг этой книги «Начинаем строить мир без войны». В издании рассказывается о событиях на Майдане и в зоне АТО. Наша инициатива – это пережитие. Она поражена нашей душой, нашими чувствами, которые мы видели своими очками. Одна из участниц проекта рассказала об ужасах войны, которые пережила. Девочка говорит, что запомнила 3 июля 2014 года на всю жизнь. Верночь мы с мамой, как всегда, были в ванне. И раптом, как бахнет, а потом еще раз и еще раз. Сейчас скло на векнах задрожало. А тато кричит из спальни «Не выходьте». Для юной Ксюши самая страшная невозможность высказать любовь к своей родине. Этот международный проект начали еще в 2011 году. Первой страной, где презентовали книгу, была Германия. Сейчас издание набирает популярность даже за пределами Европейского Союза. Главная суть книги – нести добро и мир. Юрий Кахно, Александр Леуш, новости G-News. Праздничный концерт. Подарки и сладкие угощения. Ко дню защиты детей депутаты Одесского городского совета фракции «Доверяя делам» организовали праздник для юных жителей Суворовского района. Впечатления детей и их родителей в сюжете Юрия Кахно. На праздник пришло более 700 учащихся со всего микрорайона. Главные гости и по совместительству артисты – сами дети. Несмотря на свой юный возраст, у Эльвиры это уже второй концерт за день. Сколько подготавливались? Ну, каждый день репетиции. Каждый день? Конечно. Устала чуть-чуть, да? Устали, да. Сегодня второй концерт, поэтому устали. Сегодня второй концерт? Да, да. Первый концерт был в исполкоме для деток из лагеря. В программе задействовали более сотни маленьких артистов. С местом проведения концерта проблем не было. Праздник организовали на стадионе учебно-воспитательного комплекса номер 24, больше известного как морской лицей. Ребята показывали свои номера прямо на газоне. Несколько лет назад поле модернизировали по инициативе мэра и депутатского корпуса «Доверяй делам». Теперь тут все предусмотрено и для зрителей, и для артистов. Вот дети, я думаю, стоят везде на мероприятиях, а у нас дети сидят, потому что покрытие мягкое, зеленое, доброе, потому что вокруг вот висят шарики, украшения, потому что действительно здесь уютно. Здесь все для детей. Целое море мороженого. Одна тысяча порций. И это только один из подарков, подготовленных для ребят депутатами Одесского городского совета фракции «Доверяй делам». Праздник стал возможен благодаря депутатам Людмиле Себовой и Людмиле Варави при активной поддержке благотворительного фонда Анастасия Н. Насаченко Александра. Такие мероприятия для детей – добрая традиция в Суворовском районе. И в этот раз депутаты ей не изменили. Провели мероприятия во всех уголках района. Ребят ожидали полезные подарки. Это конструкторы, которые будут развивать их неомышления. Это девочкам более женские какие-то куклы, автомобили. Ну все, все зависит от ребят. Будут конкурсы, кто что получит, тот и заслужил. Особым сюрпризом, который удивил не только детей, но и взрослых, стало выступление группы «Южный патруль». Родители и преподаватели отмечают высокий уровень проведения мероприятия. За праздник и хорошее настроение благодарят депутатов и меценатов. Мы очень рады. И мы благодарим всех тех, кто принял участие в организации такого замечательного праздника. Для детей, для учителей, для жителей нашего района. Большое спасибо. Юрий Кохно, Александр Кремлев. Новости G-News. И в завершении выпуска о погоде. В субботу, 4 июня в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 21-23. Вода прогреется до плюс 19. На автодорогах области ночью утром дымка. Видимость 1-2 километра. Такой была информационная картина последнего рабочего дня первой недели июня. Обо всем важном и интересном сообщайте на горячую линии редакции 705-79-91. Смотрите наши новости на телеканале G-News и телеканале А1 каждый нечетный час. Мира вам и домашнего уюта, независимо от погоды на улице. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова